Разбитые дороги, аварийные лифты, разрушающиеся памятники архитектуры, списанные бюджетные миллионы и кредитные миллиарды, за счет которых нам обещают сохранить, восстановить, отремонтировать. Да кому мы нужны с нашим аварийным домом? Да плевать они хотели, что мне в свои 80 надо идти пешком аж на 9 этаж. А 5 тысячу гривен сдала в родительский комитет, а они рассказывают, что школы всем обеспечены. Каждый день на кухне мы говорим о своих проблемах, жалуемся друг другу на то, что те, кто обещали помогать, защищать и делать нашу жизнь лучше, врут, воруют и разрушают. Но наши голоса не слышат даже тогда, когда мы выходим на митинги и буквально кричим о своих бедах. Да, мы обмануты, мы злы, мы разочарованы. Но только нам решать, останутся ли в креслах те, кто в течение пяти лет так и не смог оправдать наше доверие. Еще есть время, уже есть альтернатива. Интересуйтесь прошлым, биографиями, предвыборными программами кандидатов от 25 октября. Придите на свой избирательный участок и заявите о себе так громко, чтобы вы были услышаны. Чтобы лавина наших голосов накрыла всех тех, кто в течение пяти лет оставался слеп и глух. Чтобы те, кто придет им на смену, точно знали. Нас нужно слышать. Субтитры создавал DimaTorzok